Ура-ура! Я ему уговорила прийти ко мне на примерку. На видеопримерку. И кажется, кто-то ещё к тебе идёт на видеопримерку. Дверь открылась и принялась. Да-да-да. Здравствуйте. Сегодня идут и идут. Так, продолжаем. Ещё толком не начавшееся видео. Давай коробку сюда назад. Я же коробку убрала. Давай сама за ней потянусь. Ножницы. У нас музыкальное сопровождение сегодня. А, это не только сегодня. Просто тебе же все дней нету. У нас таблики кладут в коридоре. Поэтому периодически доносят оттуда странные звуки. Так. Сейчас порадуем вас новинками. Сегодня у меня тут примерка. Три вещи. Как они запхали это всё в маленькую коробку, я не знаю. Я, честно, удивилась, когда увидела, что у меня... Смотрите, всё какое пожарканое. Да, зачем было в такую коробку. Мне один раз прислали тушь. Новую вот эту. Мисс Кёрл, кстати. В коробке, которая не вот такая маленькая, а которая вот эта длинная, большая. У меня даже где-то на видео это запечатлелось. Да. Такое было. Вот. Та-дам. Как ты говоришь. Уже весь ютуб ржёт с моим Та-дам. Откуда она у меня всё воспитывалась, знаю. А у меня как-то мне где-то сбавиться. Носом не шмурыгать в кадре. А чё это я от Та-дам не собираюсь избавляться. Та-да-да-да-да-да. Тебе надо было так продолжить. Ну ладно. Да. Мы отличаемся тем, что мы можем не только про распаковку, но и поршать. Всё, давай, штаны. Дубль два. Так, двое брюк. И одна юбка должна быть. Ну да. Так, значит, брюки из эко-кожи. Цвет бордовый. Размер М. А этот я уже что-то заговорил, не помню. А тут чёрный. Тоже цвет М. 55 полиуретан, 45 полиэстер. И там, и там М-очка, короче говоря. Только цвета разные. Чёрный и бордовый. Пакеты заметила, какие стали у нас? Да, пакеты наконец-таки стали нормальными. С зип-замком. И плотностью плёнки толще. Соответственно, на дольше примерок хватит. Не будут они так рваться, как те пакеты, которые раньше были. И Татьяна, и я открыли брюки. Получается, размеры одинаковые, отличаются только цвет. Только цвет, да. Ой, на ощупь хотелось пощупать, потому что те у нас были, по-моему, как они, Лебенцы или Джебенцы назывались из-за какой же. Не помню, я на такие товары не обращала, не помню. У меня где-то даже пример, когда она недавно была или не была, я не помню. Но то, что я их мерила, это точно. На ощупь приятные, но я чувствую запах. Но они мне не понравились, именно те, которые были. Я чуть-чуть чувствую запах, запах новой обуви. Ну, это все-таки, как кожа, они как бы с утеплением вот тут. Плис, наверное, или как он правильно называется. Да, бархатца такая, приятная, мягкая. Что-то, кстати, отличное. Прострочное. Так, что тут по поводу карманов у нас. Вот, карман, в принципе, рука полностью, кисть туда проваливается. На резинке. То, что я люблю как раз, на резинке. Потому что я так худею, так оборвляюсь. Да, еще кое-кто ремни не любит. Да, терпеть не могу, а я обожаю наоборот. Слушай, а тут смотри, как это. Интересно, как сделано. От кармана, от кармана идет вот строчка вот так вниз. На черных, наверное, будет не видно. Давай красных покажем, слушай. На черных не видно, на красных будет видно. Вот строчка вот так до самого низа она идет. Вот что-то, как узкая полоса спереди. Там дальше больше швов нет. Как скрытый карман. Карман, как в шве. Ну, он так и есть сделанный. Это даже какое-то название. Они как-то с легким заужением книзу идут. То есть они не прямые и не крешеные. Они немножко как зауженные книзу. Мягкие. Вот, чтобы будут к телу приятны. Ну, мягкие, да. Те, короче, были пожестче. Мы еще делали с клиенткой Ирина, когда приходила. Она в итоге взяла брюки. Взяла черные. И для дочки она взяла, по-моему, коричневый цвет у нее был. Я не помню, это в видео попало или нет. Вот, мы даже вот так вот ткань, получается, немножко вот тянули. На видео, как показывали. Да, и получается, когда тянешь ткань, не образовываются такие, знаете, трещинки. Трещинок нет. Вот, то есть пока прозрачность не появляется. Те, которые были в джеклинсе, мне не очень нравилось именно в растянутом состоянии, как они выглядели. А это вот не знаю, как они будут в носке. Ну, конечно, это, наверное, уже прямо сейчас уже поздно. Это вот прямо, наверное, совсем на холодно-холод. Что ты на меня так смотришь? Ну, вы только учитывайте, что она зимой ходит в кроссовках, в которых я обычно осенью хожу. А, ну да. Ей все время жарко. Не знаю, по мне так сейчас вот погода как раз для них. А ей жарко. Я зажарюсь в них. Ну вот, я же поэтому так на тебя и посмотрела, что имейте в виду. Я как-то приехала на работу в наших брюках из футера, которые у нас, вот костюмы-то-то продавались. У него же там у футера такие, как петелечки изнутри, небольшие. Вот, и мне в этих штанах было очень жарко, я не была дождаться, когда домой еду. Я прям зажарилась в них, если честно. Ну вот, имейте в виду, если вы жаркие, как Татьяна, и все время жарко, то вам уже, да, поздненько. А если вы такие, не такие, как я, то вам самое оно. Ну, все, я в туфлях уже покупала. А ты же еще имей в виду, что во многих-то городах еще снег до сих пор лишит. Ну да, в каких-то регионах еще прям холодно. Ой, какая юбка. Ее не было в черном цвете. А ты любишь такой цвет? Я заказала вот в таком цвете. Как он сейчас скажу правильно называется? Значит, юбка из эко-кожи. Тоже размер М. Так, где? Хаки я уже увидела. А где ты увидела? А, вот, да, вижу хаки. Тебе нравится такой цвет? Наверное, вот так более настоящий. Потому что чем ближе подносишь, как-то цвет немножко искажается, ярче становится. Вот сейчас, наверное, ближе похоже. Да, вот так, наверное, более-менее, больше всего похоже. Третий раз спрашиваю, тебе нравится такой цвет? Ну, да. Почему не? Ты увлечена юбкой? У тебя первые хорошие впечатления? У меня что-то там мысли в голове, мысли-мысли роятся. Я смотрю по этот, по крой и по шрифтам. Пояса нет, как такового. У меня сзади. Так, сейчас мы посмотрим, до куда идёт молния. Такой пояс обычно классно выглядит, даже когда мы носим заправленный верх. Кстати, здесь внутри другое, не так, как в штанах. Тут потоньше. Там потолще. Да, слушайте, юбка тоньше. Штаны толще, действительно. Вроде как, внешне кажется, одинаковая ткань, но у юбки ткань тоньше. Потому что она плотнее. Интересно. Так, закрываем молнию. Она ущипь одинаковая ткань? Так, получается у неё такая вот, как строчка идёт. Вот здесь. И по центру. Вот, должно быть видно. Прострочено, кстати, всё очень аккуратно. Прям классно. Люба бы оценила работу, сказала бы, отличная отделка. Ну, очень длинная. Я уже сейчас вижу, что очень длинная. Ну, подрезать? Ну, это отрезать прям прилично придётся. Сантиметр. Ну да, мы теперь всё выше колена хотим носить. Ну, не всё выше колена, но... Ну, в последнее время у тебя очень много вещей, которые прям сильно выше колена. Ну, я чуть-чуть схлуднула, почему бы не показать ножки? Даже не знаю, с чего начать. Как думаешь? Брюк? Давай с юбки. Давай с юбки. Ну, мы уже просто про неё начали говорить, что она длиннее, не длиннее. Так, мне выключать или ты болтать будешь? А что я буду болтать? Ну, тогда выключаем. И идём переодеваться. Так, девочки, ну смотрите, верх импровизированный. Задрала платье, в первых. Сила прям вот впритык, впритык прям. Но мне в ней комфортно. Если честно, комфортно. Как она будет в носке, неизвестно. Выглядит классно, мне нравится. Длина не знаю. Римма говорит, хорошо с такой длиной. Мне нравится вот всё в ней. Одеть под каблучок, под ботильончик и прям кофточку какую-нибудь нарядную. И можно на ассамблею фаберлик. За чеком. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Сегодня прям какая-то распаковка затягивается. Люди всё время идут и идут. Девочки, ну смотрите. Цвет хаси. Ну просто на каблуках я бываю крайне редко. Только по особым случаю. Поэтому стопроцентно под каблуки носить я не буду. Как длина? Я себе волок тоже беру. Ну я же к тебе и повернулась. А, я думала, ты просто думаешь. Мне нравится длина. Я же тебе сказала. Под каблучки. Ну я же не ношу каждый день каблучки. Так, а ты эту юбку собралась каждый день носить? А почему нет? Что, я должна её беречь, пока она вся морщинами покроется? Ну, в принципе, по такому мне нравится. Не знаю, только кофточку просто какую-нибудь красивенькую. Ну, простите, вверха нету, поэтому экспором платье задратое. Мне нравится юбка. Если бы я её мерила, я бы себе её купила. Ну, жду пока девчонки ещё там напишут. Попробую ещё в следующий раз принести какую-нибудь кофту. Какую, в принципе, ты могла под неё одеть. И с ней померить. Как раз, смотрите, в пятницу придёшь, у тебя ещё время она подумать будет. Ещё раз примеришь. Ты когда заказ получила? Сегодня? Вот вчера? Вчера. Ну, слушай, у тебя считает почти неделю здесь. Ну, у меня есть ещё, да, Врина, в принципе. Как хорошо быть владельцем пункта выдачи. Да, Датьяна? Да, очень хорошо. Пошла брючки одевать, девчонки. Так, ждём, пока там пилить перестанут в коридоре. А он всё пилит и пилит. Девочки, ну, вообще, смотрите, это в цвете бордо я одела брюки. Сильно так наверх не смотрите, потому что, ну, забыла, не предусмотрела. Вверх притащить с собой. Ну, в брюках мне не очень удобно, если честно. Как-то не очень некомфортно. Собираются как-то нам отнимутся. Вот тут мне не нравится, как это всё выглядит. Вроде бы они и на месте сидят. Не сказать, что они прям сели не на место. А сели вроде бы на место. Всё вроде бы как бы... Но всё равно, как вот тут выглядит, мне не нравится. Карманы большие. Так, вроде бы размеры мой, но как сидят, мне не нравится. И в коленках мне не нравится сзади. Повернись сзади. Посмотрите, как собираются. Вот чуть-чуть согни ногу на коленках. Под коленами сзади. Как-то вообще некрасиво. Ты попросила согнуть, я согнула. Не очень красиво выглядит. Как-то так. Штаны мне не нравятся. Мне кажется, если бы они были прямого покроя, они были бы лучше. Они, во-первых, бы так уже и на коленях не собирались. Они бы просто ровно свисали, были бы прямые. Было бы вообще огонь. А так как они подзалуженные к низу, однозначно нет. Мне не нравится, как карман это опошится. Смотри. Да, я это тоже заметила. Ну, брать на размер больше смысла нет. Они тогда будут явно большим. А так получается как-то вот, не знаю. Не твое, не мое. Может быть, на какую-то другую фигуру и лучше сядет. Потому что все равно у нас у всех телосложения-то разное. Ну, в общем, наверное, черный тогда я уже и одевать не буду. Цвет только разница. А так, в принципе, все то же самое. Вот, неудобно мне и вот здесь. Ну, а что ты не будешь? Есть, надо померить. Грех не померить. Может, кому-то именно в черном хотелось посмотреть. Ну, ладно. Харокоть свиньет хотя бы. Ну, так черный, да черный. Да, конечно. Они не глубоко черные. Они какие-то сладшие, темно-серые. Я, ну, сейчас черный по запросам телезрителей. Так, ну, девочки, вот в черном цвете. В принципе, все то же самое, что и в ордовом. Иногда бывает, что вот даже в тех джеггинсах, которые были у нас из эко-кожи, а у нас было такое, что один и тот же размер, но в разных цветах немножко отличались по посадке. Какие-то были свободнее, какие-то были прям совсем туго-туго. Хотя размер был один. Я тогда брала несколько цветов на примерку. Здесь посадка одинаковая. Цвета разные и посадка одинаковая. Ничего не могу сказать? Мне не нравится, как они у тебя сидят на животе, вот тут на водне вообще как-то. Карманы топорщатся, все как-то собирается. Сзади на коленях ужасно просто выглядит. Особенно, когда ты идешь, когда нога двигается. Вообще как-то, ну, вообще не то. И карман как-то вот топорщатся. Вот здесь, не знаю, может, у меня жука большова, да? Ну, вот, я подумала, что если... Может быть, на более худо-бопых? Да, и может быть, у которых прям вообще плоский-плоский живот. И тогда, может быть, будет немножко по-другому выглядеть. И да, у кого может быть не такие круглые орешки сзади. Ну, у меня тоже не совсем орешки. Ну, у кого? Ну, у кого зимеется? Ну, в общем, смотрите, решайте. Если кто-то хотел, подумайте. Блюки явно не мое. Я не люблю чувствовать на себе вещь. Она мне начинает мешать. Вот здесь мне не очень комфортно. Присел, встал и уже снизу немножко позадрался. Надо все время дрыгать с ногу. Не знаю. Нет, интересно, как в процессе носки и колени будут вытягиваться или нет. Кто его знает. В общем, девочки, смотрите, думайте, пишите, что вы по этому символу думаете. Юбка однозначно мне понравилась, брюки нет. Вот, а вы уже там решаете. Вот она сидит, зловая колбаса. Я здесь, я здесь, еще тут. Девочки, ну, наверное, так в такой локации будем прощаться. Показали вам то, что хотели. Небольшая сегодня такая примерка получилась. Ну, правда, прошусь прерываться, но это все как обычно. Просто так ничего и легко не бывает. Это же хорошо, когда много клиента. Ну, это да, это, конечно, радует. Сегодня прям идут и идут целый день. Да, мы уже прям, вот я сейчас даже скажу, сколько сделали, этих самых, выдали за месяц заказов. Давай, не подведи компьютер и интернет, пожалуйста. 106 заказов выдано. Будет 107 точно, минимум, потому что я еще свой. Аккуратно. Заказ еще я буду оплачивать и тоже выдавать. В прошлом году, в этом же месяце, в феврале мы выдали 60 заказов, а в этом году 106, почти в два раза больше. Вот, и у нас был объем, получается, 157 тысяч, 426 рублей. А в этом году 281 тысяча, 427 рублей на данный момент. Вот, ну, то есть 157 и 281 тысяча, разница, конечно, большая. О чем это говорит? О том, что мы растем, и нас это не может не радовать. Конечно, но мы стараемся, мы все для этого делаем, по возможности, конечно. Да. Ну, на такой замечательной ноте, наверное, будем прощаться. Татьяна в расстроенных чувствах, потому что она ожидала другого от распаковки, от примерки. Поэтому все, загрузилась юбкой. Я думала, что наоборот, мне юбка не понравится, а брюки понравятся. Получилось все наоборот. Вот, ну, юбка, да, юбка засела мне в голову, а когда мне что-то заседает в голову, это грозит покупкой. Только длина смущает, так что вы мне, пожалуйста, отпишитесь, девчонки, что вы думаете по поводу длины юбки. Вот, я, конечно, все равно, как бы, ну, от своего мнения сильно не отказываюсь, но когда мне кто-то что-то советует, я прислушиваюсь. Так что пишите, буду рада почитать ваше мнение. Вот, и как, кстати, вам цвет хаки? Оставить? Или перезаказать все-таки черные? А какие там еще есть цвета? Черная? Нет. Бордовая? Чего нет? Просто в наличии не было. Нет, я говорю тебе черная. Ну, не знаю, зачем тебе черная юбка? Ну, классика под все. Ну, не знаю, мне кажется, не так она все равно выглядит. Цвет такой более, такой какой-то, мне кажется, интересный, необычный и не заезженный. Не знаю, я бы осталась. Какой черный, вот этот, как брюки бордовые и зеленые? Наверное, как брюки, я так думаю. Я уже сейчас точно и не помню. Но черной юбки просто не было, чтобы заказать. А цветов там сколько? Три всего? Черный, бордовый, зеленый? Не помню. Не помню. Но если из вот этих трех выбирать, я бы оставила хаки. Мне больше всего понравилось на тебе. Если по цвету смотреть. Ну, неплохо смотрится. Неплохо. Да, только вверх только подобрать. Ну да, вверх. Ну вот так, купишь юбку, потом еще начинай вверх подбирать. А у тебя из-за наличия ничего такого нет? Да не знаю, надо подумать, может и есть. Подумай. В общем, я вся ушла в думки, в мысли. Уже прикидываю, что там у меня есть в шифонере. Что у меня нету. И что бы я хотела. Да. Тебя надо быстро это видео смонтировать, выложить, чтобы ты успела посмотреть, что тебе напишут. И потом определиться в итоге. Оставляешь, не оставляешь. Время есть. Почти неделя. Да, девочки, в общем, выкладываю как можно быстрее. И жду ваши комментарии, что вы мне напишите, что посоветуете. Взгляд со стороны всегда интересен. Потому что на себя смотришь своими глазами, а со стороны люди смотрят совсем по-другому. А я еще тоже на себя посмотрю со стороны в видео. Да, кстати. У меня такое бывает часто, что когда, например, одно мнение, когда смотрю на себя с ютуба, мнение бывает меняется. Именно поэтому всегда надо, если мы покупаем вещь в магазине, снять себя на видео, на фотку и потом посмотреть, как ты выглядишь на фотке в этой вещи. Потому что бывает в зеркало красуешься, кажется, вроде классно, а потом со стороны смотришь и думаешь, нет. Что-то не то. Ну все, прощаемся. Всем пока-пока. Увидимся на моем канале. Обязательно не забывайте, забегайте ко мне на огонек. Субтитры сделал DimaTorzok